Добрый вечер в Нижнем Новгороде. 6 часов вечера. Горький ТВ с последними новостями. Региональная управляющая компания Нижегородской области получила чистый убыток в размере 16 миллионов рублей по итогам прошлого года. Об этом сообщается в бухотчетности организации. Для сравнения, в 2013 году убыток составлял 11,5 миллионов. Основными видами деятельности компании являются строительство, реконструкция и ремонт зданий и сооружений. Кстати, в августе прошлого года правительство области подписало именно с этой организацией договор концессии о строительстве трех фоков и двух ледовых дворцов на территории Нижегородской области. Директор Дзержинской компании заплатит 160 тысяч рублей штрафа за задержку зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области. В 2013 году мужчина не выплатил зарплату своим восьмерым сотрудникам, а деньги, необходимые для оплаты их труда, направил на развитие собственного бизнеса, что противоречит Трудовому кодексу. Нижний Новгород вошел в топ-15 растущих городов по версии журнала РБК. Экономика страны прирастает средними и мелкими городами. Такой тезис в итоге сделали журналисты. Подробности в нашем следующем материале. Рост деловой активности рассматривался в городах с населением более 150 тысяч человек. Специалисты агентства оценили рост населения, зарплат, числа предприятий, авиапотока и оборот розничной торговли за 2013 год. А также придумали свой собственный показатель, который назвали индекс НДФЛ – отношение налогоплательщиков к населению. Кроме того, оценивался вклад миграции и проникновение крупных розничных сетей, торгующих продуктами, одеждой, косметикой, электроникой, а также изменение числа мелких сервисных предприятий. Из этих показателей сложился итоговый балл. Об этом в эфире РБК-ТВ рассказал главный редактор журнала РБК Валерий Игуменов. Насколько там крупный бизнес, насколько там развит мелкий бизнес, насколько там люди живут и работают, и насколько наслаждаются этой жизнью, мы, собственно, пытались померить, где есть жизнь, где есть работа, где есть бизнес. По словам авторов, тройка лидеров рейтинга оказалась неожиданностью. В нее вошли города Юга России – Краснодар, Белгород и Ставрополь. В ТОП-5 также попали Абаканы, Сыктывкар. Нижний Новгород не вошел в десятку лидеров, уступив Энгельсу, Ужевску, Нижнекамску, Саратову, Тюмени, Сургуту, Череповцу и Томску. Однако обогнал Челябинск, Сочи, Перми, Казань. В итоге вошел в ТОП-15. Нижний Новгород достоин более высокого места, считает омбудсмен по правам предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий. Низковато, мягко говоря, для Нижнего Новгорода. У нас очень много среди депутатов предпринимателей, у нас очень много людей во власти предпринимателей. Я считаю, что город такой, как Нижний, должен быть точно в пятерке продвигать предпринимательство в России. Наиболее заметным успехом столицы Поволжья стало снижение безработицы на 33,9% в 2013 году. Тогда же был зафиксирован рост зарплат на 14,51%. Баскетбольный клуб Нижний Новгород проводит сегодня очередной матч в единой лиге ВТБ. Дома наша команда встречается с рижским клубом ВФ. Предыдущая очная встреча команд закончилась победой горожан в декабре прошлого года. Нижегородцы в последнее время выступают с переменным успехом. Рижане также бьются за место в плей-офф. Поэтому матч в Дворце спорта Нагорной обещает быть непростым, но интересным. Начало баталии в 20.00. К 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Гоки ТВ и РБК Нижний Новгород запускают совместный проект. Начиная с сегодняшнего дня, нижегородские актеры и журналисты, спортсмены и бизнесмены, ученые и люди искусства читают для вас стихи. О войне и мире, о времени и судьбах, о цене Великой Победы смотрите и слушайте на Горький ТВ уже сегодня в 19.00. Редактор субтитров А.Семкин